Эх, а ведь здесь мог бы быть обзор на возможно самый гетеросексуальный танк Большого Брата, а говорю я конечно же АЧХ Шотган. Но тут уж ничего не поделать, сабам видно более интересно знать, за что улитковые в этот раз просят целых 55 долларов. К слову уточняю, что цена может отличаться в зависимости от региона, в моем случае это как раз уже названные цифры, поскольку Ганзин думает, что я владелец сети нефтевышек, где работают гои за бесплатно. А что же мы имеем за такой оверпрайс? В первую очередь 62-ку, которые наварили ракеты и сослали на ранг ниже. К слову интересный факт, а руте здесь стоит действительно захваченной 62-ки и модифицирована кошка-девочками до 120 мм. О битвах на шестом ранге можно теперь слагать байки, которые возможно будут страшнее происходящего на седьмом уровне в танк Блике. По сути у нас незначительно изменилась перезарядка, но не забывайте об турах, которые увеличивают и без того достойную огневую мощь. Одновременно минусом и плюсом является их скорость. С одной стороны их медлительность не дает и шанса работать на всяких кемперских точках, а с другой позволяет предельно точно бить по статичным целям. От себя же советую на дальней и средней дистанции использовать орудия, только после казнь Патуром. Сами же ракеты имеют целых 480 мм пробоя, то есть в теории хватит на всех, за исключением танков укутанных в плитку. А вот тротила маловато будет, всего-то 2 кг при общей массе в 11. Однако я не нахожу это смертельным в отличие от цены взвода, потому как основной орудий обладает достаточной убойностью и двойным стабом. Ракеты же в свою очередь чаще всего используются для добивания. А чтобы станеть врагов, китай партия оборудовала нас пулеметом типажа ДШК. Он хорошо выключает схожие пусковые установки и неплохо работает по гусеницам в паре с другим пулеметом. Насчет динамики тут прямо все стандартно, вперед просто едет, а назад не шагу назад. Однако и здесь скорость заднего хода не ощущается столь критической, ведь у вас есть колоссальное преимущество огня в большинстве стычек и отступать не по-шахтерски. Действительно же внимание заслуживает скорость вращения башни, которая для техники типажа кастрюль довольно потужная, а именно 20 градусов. Хотя у нас вроде как и нереалистичные бои и должно быть 37. Но вы же знаете этих хойдзинов. Когда удобно говорят зачем вам что-то там в аркаде, при этом характеристики ставят из реалистичных боев и такая коллаборация говна с мочой. Касательно живучести то все прям дефолтно. Давим катком 6 ранг, ведь если нереализм играть на лмах против музея, то что это? А если что-то не нравится, то пиздует танк блик. А когда попадаем в стычку с равным соперником, то выключаемся после выстрела в левую часть корпуса. Следом идет китай партия рис артиллерия. Там в чате шутили, что это седьмой дед, который исхудал на китайской стороне. Вроде пушки в них разные, но шутка имеет место быть, так как при калибре в целых 130 мм имеем всего-то 170 грамм тротила на 300 пробитий у каморного-то снаряда. Более того, даже перезарядка оставляет желать лучшего, целых 12 секунд. Просто вспомните, что тот же АУФ, у которого на 7,5 килограмма КДшки целых 6 килограмм пороха. Соответственно, ПЛЗ расплатился буквально всем, а взамен получил ровно нихуя. И не дайте себя обмануть показателям динамики, ведь наберет он максимальную скорость только если сбросить его в канаву, из которой он не вылазил. И вот невольно думаешь, а точно ли это артиллерия? И следом задаешься вопросом, с какого перепугу вся эта история продается за такие суммы. Если тот же Чифтейн, который был куда более имбовым, стоил значительно меньше. А сейчас реклама. А если же у тебя возникают определенные трудности с получением внутриигровых благ, то можешь обратиться к сервису Phantom Donate. Там представлено огромное количество всевозможных игр, начиная от Marvel Snap'а и заканчивая мобильной тундрой. Цены на донат значительно ниже рыночных, а сам продавец обладает колоссальным опытом в этой сфере деятельности, а также при себе имеет более 13 тысяч отзывов на FanPay. Поэтому если улитка задушила ценами, вы знаете куда обратиться. Третьим у нас идет китайский Т-54, который не перестал быть клоуном от того, что на него повесили экраны. В нашей игре между прокачкой и донат-версией отличий ровно 0, все такие же убогие показатели динамики и живучести. А зенитка, она и в Африке зенитка, на ранге выше чувствует себя слегка хуже, но в целом лучше уж будет поехать на ней, чем на псевдорте. А каков итог? Взвод разрешаю покупать только если вы коллекционер или кондиционер. Надеюсь, разработчиков порадует статистика продаж, и они больше не будут иметь столько наглости, дабы кидать сразу две копирки и одну бесполезность за 50 бачинских. А сегодня на этой ноте главная часть все, но я с вами не прощаюсь, ведь дальше вы увидите целый бой на этом взводе в моем исполнении. За мои стороны не скуфитесь оценить видео как следует, а также не забывайте о моих соцсетях. Там можно принять участие в жизни канала и просто душно пообщаться со мной. Но помимо этого, принять участие в розыгрышах мелких приколов для мелкой тундры. Что ж, ребятки, давайте, как завещал эти СДВС, чуть-чуть постреляем. Тем более, у нас, как видите, баланс пощадил, забросило к шестому рангу. Как раз таки не пощадило наших врагов, ну потому что действительно немного смешно играть на ломах против музейной техники. Ладно, там еще был РЦ, у него типа мощная пушка, но взамен там есть некоторые особенности, так скажем, да? А тут вот просто считайте, что здесь от двойка, да еще и с ракетами. Вот это вообще легендарная темка, надписи высвечиваются просто где угодно. Первый. Второй. Спокойно. Вот, теперь второй. Тут ракеты вроде вылетают в определенной последовательности, как у Хота, но я забыл, честно, в Вике прочитать. Понимаю. У Леопарда ДЗ стоит там или что? Почему он парировал два моих удара? Один с пушки, а второй с ракетой. Да господи. Умри. Куда они вообще стреляют? Зачем они туда стреляют? О, теперь правильно. Ну, согласитесь, я достойно держал оборону, пока команда усиленно ничего не делала. Давайте еще раз. Долгих летом жизни. Так. Ну эти в дым и встанем, почему бы и нет, на всякий случай. Вот что он делает там вообще непонятно. Зенитка типа. Ну окей, допустим. Так, смотрим. Ну одного вроде в союзник на себя возьмет. А тут уже надо будет как-то мне маневрировать. Так я ж... Не, ну я вроде пару бомб успел кинуть. Посмотрим, что из этого получится. Когда разобьется, будет мне фраг. Я вроде там что-то попал с него. Подошу. Из ДШК. Оговорился. Нет? Ну вот, зенитка наша вот прям справляется со своей задачей, да. Вот он стоит в углу карты, ничего не делает. Если бы до сих пор самолет летать, я бы ему еще сделать не может. Что здесь происходит? А, так, тут тут страшные вещи происходят. Не понял. Это вот тут леопард, да? Вот он там стреляет одними ходом, насколько я понимаю. Давайте займем вот тут позицию. Застреляем от башни. Я стучан. Ну, че, слава, пушка заряется, я поеду. Ну, как я затупил. Так, меня сбоку никто не шотнет. Ну, птур ужасно медленно летит. Вот ситуация, когда... Когда надо, чтобы он быстро полетел. А он очень долго летел. Благо, эту духоту на леопарде убрали, давайте дальше думать. Надо разъезжать птуры. Или не надо, вот спорно. Класс. У меня вот даже вообще не светится, зато он меня отлично видел. А еще минус точку отобрали. Слушайте, нет, так ты че тут стою? Мне тут плавить уже нечего получается. Смотри, какой агрессивный движ происходит. Ну, я не могу типа разбернуться на этом грунте, или что? Повезло, что я ему пушку выключил. Ну-ка, давайте черепаху отделаем. Благоломы это позволяют. Про бабаху забывать не стоит, но на крайний случай есть третий выезд. Так. Ушел домой, крепыш. Ушел чисто на рано выстрелил, так знаете, лишь бы выстрелить. Поехали, надо ехать. Че стоять? Ну да, надо было стоять. Надо было терпеть. Ну я просто думаю, что меня бы рано или поздно там бабаха замочило. Я согласен, глупо, но... Тут уже просто команда пошла сливаться. Я, конечно, сейчас попробую что-нибудь. Убили брата-китайца. Поехали. Чисто на каморах сейчас вытянем. Так, тут баг. Ну кинем на шейтиме, она все равно от нее пользы мало. Не-не-не-не, спокойно. Мне сказали, что я даже попал. Он с ним по всему выстрелил, раз он назад пятится. Ууу, да. Ну это Team Work, я понимаю. Ну а почему я разбернуться не могу? А, потому что две гусли сбито. Вот тогда все, я проиграл, получается. Хотите, нет, смотрите, меня бабаха защищает. Ну посмотрите, что происходит, как бы, ну, о чем речь. Первое место в команде, все. Вот смотрите, сколько человек не играло. 5, 6, да не, я даже считать не буду. нас одна будете я за всех сил пытался в бой спасти ну собственно это 114 который судя по всему да у них самого начала боя не умирал ни разу у них он пожалуйста команда смотрите все играли просто все только три человека не играла у нас не играла вся команда так вот обстоят дела а